Потешник. Дурила из дурила, как заговорил. Хоть и злится, царь, а попробуй в даре. Не такое время, чтобы бить в теме. Вышел царь на крыльцо, сделал строгое лицо, а на площади народу вся рассеянное лицо. Царь. Эн, так как же вашу мать, извиняюсь, понимать? Мы же не хранция какая, чтобы смуту поднимать. Кто хочет на Колыму, выходи по одному, там у вас в момент наступит просветление в уму. Федот. Что касается ума, он светлёханек весьма. Слава Богу, отличаем незабудку от дерьма. Ты пошто меня скорее отосла за сто морей, не за тем, чтобы жениться на супружнице моей. Царь. Эн, так где же ты, злодей, набрался таких идей, чтоб клепать, чего попало на порядочных людей? Да к лицу ли это мне приставать к твоей жене? Вот и шли вас обормотов в заграничной тюрне. Федот. Ты не больно, ты серчай, мы к тебе чай не начай. Ну, а будешь гоношиться, съезжу в рыло незначай. А тебе, а под лице, слова аж в череповце. Ты всему народу в душ наплевал в моём лице. Царь. Что ты, Федя? Для меня мой народ, моя родня. Я без мысли об народе не могу прожить и дня. Утром мажу бутерброд, сразу мысль, а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льётся в рот. Ночью встану у окна и стою всю ночь без сна. Всего волнуюсь об России. Как там бедная она? А виновник генерал, интриган и аморал. Это он кровью морда честь царёву обморал. КОНЕЦ